Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я представлю вам мои минималистические покупки по каталогу номер 6, которые, правда, потянули на изрядную сумму. Больше по этому каталогу я ничего покупать не планирую. И вот в чем или вот какими являются мои заказы. У невестки заканчивается средство для туалета. У меня закончилось средство для ванной комнаты, поэтому я приобрела это, так как пользуемся постоянно и выбора нет абсолютно никакого в плане покупать или не покупать. Нравится и покупаем всегда. Единственное, вот я у себя так новую формулу и не попробовала деля для унитаза, потому что запасы старые позволяют еще пользоваться, еще в использовании флакон. А у молодых моих это в самом разгаре использования. Дозы требуются небольшие, используется длительное время, поэтому вот ну, нужно. Нужно иногда пополнять запасы, но не потому, что не хватает надолго, а просто потому, чтобы было. из того, что появилось в качестве новинок, это вот эти жидкие, жидкий порошок, стиральный порошок для цветного белья. Ну, здесь я даже не сомневалась покупать или не покупать, потому что все равно любому сыпучему, сухому продукту я предпочту жидкий, поскольку этот уж точно не оставит никаких ни крупинок, ни следов от ну, каких-то пятен или точечек белесых, хотя порошок всегда хорошо выполаскивается, нареканий абсолютно нет никаких, но все-таки жидким пользоваться мне, во всяком случае, все-таки предпочтительнее. Так что, когда пробую, обязательно скажу, понравился или не понравился. Вот, что мне не слишком нравится, это карандаш пятновыводитель, да, я его, собственно, и использовала, как правило, в разведенном виде и очень рада, что теперь появилось вот такое универсальный жидкий спрей-пятновыводитель, так что тоже опробую, посмотрим, как, насколько он хорош, насколько он похож на тот, который в стике, в таком карандаше, будет ли отличаться от того, что развожу я. Ну, вот, к заказу, ушло 8 бонусных карт, пока вот только пришли с заказом, поэтому я сразу и снимаю, дальше буду занята и будет не до этого, так что, что будет представлено или предложено в виде стидок при следующей покупке, я узнаю немного позже, ну, и когда еще одну деталь из заказа, а это идет автозаказом, получу, то тогда, если интересно, то расскажу, в более подробном таком содержательном плане о том, что у меня, как дела обстоят с тем, что купила сейчас и с тем, что по мерю. мерить предстоит вот что, значит, долго-долго я, ну, не то, что сомневалась, а нужно, не нужно, может быть, обойтись и без него, но в конечном итоге решила все-таки вот этот ремешок со стразами приобрести, он был, ну, это я уже на агентском пункте развернула, попробовала, посмотрела, самое главное, примерила по длине, хотя знаю, что длина ремешка 115 сантиметров, но тем не менее, приложила к себе, чтобы точно знать, подойдет, не подойдет. Значит, вот такая вот упаковочка была, здесь указано, что это за продукт, ремень двусторонний со стразами, с одной стороны черный, с другой золотистый, разворачивать сейчас не буду, вот то, что находилось внутри этого пакетика, еще как змея в своей такой целлофановой коже находится в такой вот упаковочке, ремень переворачивается то на одну, то на другую сторону, но мерить я его так вот, чтобы примерить, еще не мерила, так что расскажу об этом позже. И второй ремень, он появился уже очень давно, ну, а сразу к тому, что автозаказом у меня придет синий ремешок, ну, вполне возможно, может быть, я закажу еще и белый, но не буду загадывать, посмотрим, как будто все дела. И так как у меня сейчас одна рука занята камерой, наш статик не успела даже ее водрузить, поэтому развернуть я этого не смогу, как не смогла этого сделать, и вместе получение запаленный конвертик полиэтиленовый, а в нем тоже целлофановые упаковки, потому что вот там шебуршится двусторонний ремень со стеклянными украшениями. Ну, еще раз повторяю, что свои впечатления о той и другой вещи я расскажу попозже. Ну, тут вот просвечивает с одной стороны это такой сероватый, лилово-сероватый, а здесь ну, как темно-сиреневого такого цвета. Ну, и, собственно, ради чего состоялся заказ. Это два платья. Одно вот такое цветное, которое мне очень и очень нравится, поскольку здесь собраны любимые мной растения. Это в многочисленных проявлениях дибискусы красный, синий, но синевые в натуральном виде не видела, хотя дибискусы видела и оранжевые, и желтые, и красные, и розовые, но самые-самые разные, но синих, конечно, не видела. В необычных цветах, в необычных оттенках цветов франжепани замечательные, вот тут с оранжевым серединочка, здесь сине-зеленые, ну, цветов таких не бывает, они фантастические, придуманные цвета, а по форме узнаваемые. и любимое растение всех стран Юго-Восточной Азии это лотосы, вискусы, как мы видим, разные, значит, вот такое платье, платье это, ну, я так думаю, что оно будет все-таки ниже колена, потому что размер у меня большой, размер 54, цвет тропический, рисунок тропический называется, платье не натуральное, платье синтетическое, полиэстер 95% и 5% эластана, но вы знаете, я, в общем-то, не знаю, ну, каждое лето у меня такие вещи есть, и я нисколько на них не жалуюсь, потому что сполоснул, высохла буквально вот стекла вода, платье сухое, гладить не нужно, сказать, что оно не дышащее, я абсолютно не могу, так что меня вот это вполне-вполне устраивает, тем более, что в Одинском пункте на плечиках, ну, на вешалке такой стационарной висела, ну, практически вся коллекция платьев и потрогав то, что из хлопка, но меня вот это не что не не впечатлило, поскольку модели все-таки достаточно молодежные, крой не мой, рукав не мой, ну, не знаю, я посмотреть со стороны могу, а носить эти вещи и, безусловно, желаний нет, а вот это вот я выбрала то, что подойдет именно мне, и второе платье, вот это разно, пестрое, разнополосное, оно точно так же 54 размера, вот про него я боюсь, очень-очень подойдет ли оно, хотя перед этим я покупала платье 56, но про это говорят, что оно тянется очень-очень сильно, 56 мне, конечно, не совсем в пору, ну, великоват, но проблем нет никаких, свободную одежду я предпочитаю той, которая будет облегать тело, тем более сейчас вот и ремешки пояски всякие разные появились и в конечном итоге пройму рукава можно немножечко зашить, то есть это меня не напрягает абсолютно, и вот про это мне бы все-таки хотелось, чтобы оно совпало с моим желанием, с моей такой влюбленностью в него, как Папандопула, ну, или Папандопула в свадьбе в Малиновке, и что это я в тебя такой влюбленный, ну, вот и я, посмотрев на эти платья, я буквально влюбилась в них, но мерить не мерила, я даже в развернутом виде вам еще и не показываю их, это предвкушение я оставляю на некоторое время, ну, а вам потом результаты сообщу, ну, и, безусловно, седьмой каталог, его в электронном виде я уже видела, знакомилась, обратила внимание на новиночки для ухода за ногами, так, где-то были, так, сейчас, так, вот они, новиночки ухода, ну, думаю, что девочки, которые являются вип-консультантами, они купят на две недели раньше, выложат видео, и нам заранее расскажут, стоит ли обращать на них внимание, или вполне возможно обойтись без них, никаких крупных покупок я не планирую по следующему каталогу, да и вообще мои аппетиты несколько поумерились, потому что, ну, дома уже буквально, если бы вот не дарения, если бы не бесконечные презентации родным, близким, знакомым, и мало знакомым даже людям, то, наверное, у меня бы это в косметический склад переросло, мне это абсолютно не нужно, поэтому и постараюсь свои коммерческие запросы ограничить до минимума. Вот такой мой заказ, вот такие покупки по шестому каталогу, синий ремешок еще ждет меня, ну, а я прощаюсь с вами, желаю вам приятных покупок, желаю приятных впечатлений, чтобы все, что вы приобрели по любому из каталогов Аберлик приносила вам только радость и удовольствие. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok